Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим про универсальный белоягодный сорт при Балтийской селекции Супагу. И сегодня я немного нарушу привычную хронологию. Поскольку у нас Супага была пересажена в другое место, то начнем мы с вами с 2019 года и закончим 2021. Здесь у нас Супага. Вот такие выдают очень красивые грозди. Супага сорт универсальный. Немножко шкурка снимается мешочком, но это абсолютно не мешает никак поеданию ягоды. Ну а для вина шикарный сорт. Характерная особенность. Ну вот здесь вот на солнышке ягодки немножко желтоватый, он абсолютно готов. Если мы посмотрим вот здесь, ягода кажется зеленой. И из-за этого кажется, что виноград еще не зрелый. На самом деле он полностью готов. Он хороший, сладкий, вкусный и ароматный. Что касается вкусовых качеств, ну как только не называют этот вкус. Какая-то смесь фруктовых ароматов. Кто-то называет этот аромат земляничным, кто-то ананасным. Ну мне кажется, наверное, это больше все-таки к ананасному аромату. В любом случае сорт очень ароматный. И очень приятный на вкус. Виноград обладает хорошей силой роста, можно использовать и в качестве беседочной культуры. Но я всегда говорю о том, что если вы хотите использовать виноград в качестве такой вот беседки, то все равно помните о формировках для того, чтобы получить и урожай, и какую-то живую изгородь. Иначе получите только живую изгородь, ну а урожай как повезет. Сорт характерен тем, что зеленый цвет у нее и остается даже в полном созревании. Грозди рыхлые, поэтому они не трещат, не загниваются. Ну конечно, что касается устойчивости к заболеваниям, тут никаких проблем никогда не возникает. Точно так же, как и с возреванием лозы. Никогда здесь урожаем не нормируем, немножко идет весенняя нормировка побегами. Куст всегда прекрасно тянет любую нагрузку. В этом году урожайчик скромный. Но дело в том, что со старым кустом мы расстались, там ему было не место. И посадили новые кусти в другое место. Поэтому он пока молоденький, показывает не слишком хорошие результаты. То есть, ну тут и ягодка должна быть крупнее, и гроздочка тоже крупнее. Сказалось много факторов в этом году. Значит, норма созревает. Начало сентября. Обычно не трещит, все с ней хорошо. Но в этом году из-за обильных дождей был единичный треск ягод. Но даже я ничего не убирала, не вырезала. Где-то вот ягодка, вот даже покажу. Вот так вот подгнила, никого больше не заразила. Эту ягодку мы выкинем. Ну и все. То есть, по плотности гроздочки могут быть вот такие и еще плотнее. Сахар обычно набирает около 20. Я ее использую в вине. И в качестве резюме. Супага очень простой сорт как в выращивании, так и в виноделии. Несмотря на то, что это белая ягода, ее очень легко винифицировать. Из нее очень легко делать вино. Сусла из супаги прекрасно осветляются. Мало подвержены окислению. Вообще с окислением белоягодных прибалтов я не сталкивалась. Отдельно вино из супаги пока не делала. Делала в смеси супага Вардова СЛР. Значит, вот это вино, это смесь супага Вардова СЛР. Но дело в том, что оно было сделано не по белой технологии, а по красной. То есть, оно выдерживалось несколько дней на мезге, по-моему, около пяти. И уже только потом снималось с мезги и дображивало под затвором. Значит, вот это Вардова супага СЛР. Ну, в Вардова супага СЛР вообще без каких-либо обработок цвет мы видим, да. Несмотря на то, что это, в общем-то, скажем так, оранжевое вино без каких-либо добавок. И, мало того, еще и перемерзшее на балконе. Никакого окисления здесь не произошло. Имеется легкий запах свежего винограда. А во вкусе, вкус освежающий. При том, что я тоже не корректирована никакими сахарами, ни кислотами, ничем абсолютно. Легкая кислинка присутствует. Именно такая приятная, освежающая вино. Выбражена насухо. То есть, никаких остаточных сахаров там нет. И во вкусе у него какие-то такие приятные пряные ноты. В более раннем виде там прослеживались нотки ананаса. Сейчас конкретно в этом образце я ноток ананаса не чувствую. Но напомню, что это все перемерзало. То есть, вино прошло через то, через что оно не должно было проходить. Тем не менее, оно вкусное, оно оригинальное. У него есть вот запах, повторюсь, свежего винограда. А во вкусе какие-то пряности. Вот, кстати, знаете, пока рассказывал про Антони Великий, вот прибалты постояли, и теперь у них пошел запах ананаса. Такое бывает. Что касается высокоароматичных прибалтийских сортов, то вино из них, оно может быть очень ароматным, но это вино с характером. Иногда ты его открываешь и думаешь, что вообще происходит, где вся эта палитра запахов, палитра вкусов и всего остального. Ее вдруг не оказывается. Но стоит ему немножко постоять на воздухе, немножко подумать, поразмыслить, и оно раскрывается. Спасибо. Спасибо.